Прямо сейчас продолжим обсуждать тему ситуации на востоке, на фронте, в целом с военным экспертом Сергеем Грабским, он уже с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, студент. Да, доброе утро. Я уже несколько дней подряд цитирую Ольгу Кириленко. Кириленко, это журналистка «Украинская правда». Она написала большую статью о том, что вообще сейчас происходит в Бахмуте. И вот цитата военнослужащая 4-й бригады быстрого реагирования нацгвардии Кристина Кудрявцева, которая сейчас работает как раз на бахмутском направлении, говорит, что история с Бахмутом, сейчас будет цитата, это сугубо история ЧВК «Вагнер», частной военной компании «Вагнер», которая решила доказать российским властям, что они имеют лучшую, более качественную подготовку, чем регулярно российская армия. Мол, регулярно российская армия там отступила из Херсона, а мы здесь держимся. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, Бахмут, это ли история исключительно ЧВК «Вагнер»? Нет, безусловно нет. ЧВК «Вагнер», но нужно понимать даже по количеству сил, которые они представляют, они не способны вести самостоятельные наступательные действия без поддержки тех же подразделений артиллерии, бронетанковых подразделений Российской Федерации и так далее. Я могу согласиться в другом аспекте, что роль ЧВК «Вагнер» здесь, можно сказать, искусственно раздувается, но, знаете, подоплека этому одна – примитивный финансовый интерес, потому что нужно понимать, что показав, как говорится, преимущество или большую способность к ведению боевых действий со стороны именно ЧВК «Вагнера», Пригожин рассчитывает на получение большей порции так называемого финансового пирога. А по сути своей ЧВК «Вагнер» – это являются легкопехотные подразделения, которые могут вести ограниченные боевые действия, ну, в условиях, например, городской застройки или удерживать какие-то определенные позиции. Говорить о том, что ЧВК «Вагнера» является такой сверхмощной и высококлассной подготовленной структурой, опять же, не приходится, потому что потери, которые они несут, и темп пополнения этих потерь, но исключает возможность проведения полномасштабной подготовки этих подразделений вне зоны боевых действий. Поэтому это легкопехотные подразделения, как я уже сказал, которые выполняют задачу именно по созданию определенного давления, ну, и которое не считается, в общем-то, с потерями своих сил, что опять же сказывается на качестве этих сил. Вот в таком плане. Вы знаете, я вот сейчас читаю свежую информацию о сводках с поля боя, и вот интересно, я сейчас прямо процитирую, кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого дружественного огня. Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействий и связей между подразделениями. Когда ты читаешь такие вещи, ты понимаешь, что на самом деле у нас есть огромные преимущества. Плюс ко всему еще давайте добавим ту технику, которую есть. Что же нам не позволяет сейчас ускорить процесс освобождения наших территорий? На ваш взгляд, это недостаток боевого оружия и боеприпасов? Либо, либо... Большое количество противника, который нам противостоит. Просто физически большое количество противника. Будем объективны. По количеству личного состава, по количеству единиц боевой техники и вооружения противник нас превосходит. И на всех этапах, где мы проводили контрнаступательные операции, мы виртуозно их проводили, имея по определению меньше сил и средств по сравнению с противником. Мы побеждали за счет тактики, мы побеждали за счет более качественного управления и организации именно того же самого взаимодействия. Но понимаете, просто физически противостоять или, извините, это такой термин, переработать сотню голов противника – это одно, а переработать пять сотен голов противника – это совсем другое. Плюс противник не считается ни с какими потерями, он постоянно бросает против нас все новые и новые подразделения. И мы можем посмотреть это даже по сводке потерь, что противнику незачем жалеть свой личный состав. И вот просто пробиться через этот плотный слой, можно сказать, пушечного мяса иногда бывает очень сложно. Противников очень и очень много иногда. И это то, что Россия себе пока может позволить. Качества его становятся все хуже и хуже, но их просто физически много. Ну и тут далее я смотрю ситуацию по направлениям. И что на Волынском, Полесском направлениях, Северском, Слобожанском, Купинском, Лиманском, Бахмутском – везде обозначены пункты огневого поражения российских оккупантов. И в основном это города и маленькие поселки мирного населения. То есть настолько тяжелая ситуация у них, что они не жалеют боеприпасов для того, чтобы их разбрасывать исключительно на гражданские и инфраструктурные объекты, не на военную инфраструктуру и не на нас. С кем они по сути воюют? То есть по сводкам, которые мы видим, они воюют исключительно с гражданскими или нет? Ну не совсем так. Не совсем так. И в сводках очень четко обозначаются те направления, на которых противник пытается воздействовать именно на наши войска. Я бы тут выделил активную линию фронта. А именно Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области, где противник постоянно пытается проводить огневое воздействие. А если мы посмотрим по тому количеству обстрелов, которые проводятся по зоне так называемой неактивной линии фронта, а именно по Черниговской, Сумской и Харьковской областям. Харьковскую область, я, кстати, забыл, там тоже достаточно активно ведется боевые действия. Там, естественно, и интенсивность огня меньше, и направленность огня немножко другая. Там они пытаются воздействовать по нашим позициям, ведя беглый огонь по ним. Но интенсивность этого огня несопоставима с тем, которые мы имеем именно в зоне активных боевых действий. Смотрите, появилось сообщение от The Times, что США больше не настаивает на том, чтобы вооруженные силы Украины не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. Тут следует вопрос, который мы уже обсуждаем далеко не первый раз, что появилась информация от Wall Street Journal, процитирую его, о том, что якобы Соединенные Штаты Америки могли сократить принудительно дальность обстрелов из Хаймарс для Украины. То есть мы знаем, что они способны стрелять на 70 километров, соответственно, что принудительно сократили это расстояние, благодаря которому вооруженные силы Украины могут иметь преимущество на поле боя. Но здесь как бы тоже можно рассуждать о том, что если российская артиллерия бьет на 20 километров, то, соответственно, плюс еще 20 и 40 километров оставить, то для Украины это будет достаточно. В принципе, для того, чтобы наносить превентивные контрбатарейные удары, либо удары по складам российских оккупационных войск. Но хотелось бы понять сейчас, имеете ли вы информацию о том, что в принципе Соединенные Штаты Америки принудительно могут ограничивать дальность ударов украинских войск, для того, чтобы не наносились превентивные удары по территории России? Вы знаете, при всем уважении к этому изданию я могу сказать одну глупости. Глупости, потому что «Хаймерс» по сути своей является модульной системой, и он использует различные кассеты для ведения огня. То есть поступает, ну, простите, законченная и окончательно снаряженная кассета с ракетами. И ограничить ее действие, ну, это было бы достаточно сложно, просто даже технически. Поэтому может поступать тип боеприпаса, который имеет, как бы, ну, изначально заложенные заводские, ну, не то что ограничения, а заводской радиус действия, допустим, на 60-80 километров. И нам не поступают боеприпасы, как мы говорим, атакам, с которыми могут везти огонь до 300 километров. Это да, в этом смысле можно согласиться с изданием, но то, что кто-то специально в самой установке делает какие-то изменения, ну, это, мягко говоря, нецелесообразно и достаточно сложно сделать. Поэтому речь идет именно о особенностях тех боеприпасов, которые изначально поступают к нам. Если я не ошибаюсь, всего у «Хаймарсов» известно до 8 различных типов боеприпасов, и по этой номенклатуре, да, могут быть ограничения, а именно поставка именно такой номенклатуры. Значит ли это, что американцы специально это делают? Ну, я скажу, до определенного момента была такая, естественно, договоренность, и абсолютно объективно, что мы получали именно такие ракеты. Почему? Да потому что выявленных целей украинскими силами обороны, выявленных целей настолько много, что нам, знаете, пока, дай бог, справиться с тем арсеналом, который есть против тех направлений на расстоянии 60-80 километров. Безусловно, сейчас стало абсолютно понятно, что без уничтожения именно стратегических объектов переломить ход борьбы или уменьшить хотя бы давление террористических ударов России по нашим объектам невозможно. И здесь просто мы уже получаем такую, знаете, некую данность, что, конечно же, Соединенные Штаты не имеют права ограничивать действия вооруженных сил Украины по защите своих граждан, нанося удары по территории, которые не входят как бы в географические границы Украины. Это просто заявление, которое... Одно из таких же заявлений, которые уже звучали из усты Великобритании, даже Германия подтвердила эту необходимость. Поэтому нужно разделять именно политические заявления и реальные технические условия использования различных видов вооружений. А вот интересно, эти заявления касаются только Российской Федерации или еще и Беларуси, с которой взлетают регулярно бомбардировщики, которые отправляют ракеты на гражданские объекты в Украине. Как по отношению к нашим соседям в Беларуси? Можем ли мы, имеем ли право? И когда же все-таки это, в общем-то, случится? Потому что мы прекрасно знаем каждый раз, когда мы в телеграм-каналах читаем, с аэропорта такого-то белорусского взлетело столько там бомбардировщиков, время подлета ракет к такому-то населенному пункту столько-то часов. То есть, ну вот, зная всю эту информацию, развязаны ли у нас сейчас руки для того, чтобы предотвращать, а не потом справляться с последствиями? Да, абсолютно. Абсолютно. И никто не говорил, что Украина должна сосредоточиться именно на территории и на объектах, расположенных на территории Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что Беларусь – это оккупированная территория, с которой проводятся удары. Но на сегодняшний день, справедливости ради, надо сказать, что эти удары не настолько интенсивны, как удары, наносимые с территории Российской Федерации. Поэтому это заявление, которое прозвучало, что Соединенные Штаты и другие цивилизованные страны не против того, чтобы удары наносились не только по территории, оккупированной противникам, а по другим территориям. Оно и определяет то, что такие удары возможны и по территории Беларуси. И опять же, справедливости ради скажу, в последнее время мы как бы не фиксируем пусков крылатых ракет именно с территории Беларуси. Подчеркиваю, крылатых ракет. Это не касается дронов-шахид, но с ними немножко сложнее бороться, в плане того, что это более мобильная позиция. А и Соединенные Штаты, и другие наши западные союзники подчеркивали неоднократно, что цели, которые должны поражаться вооруженными силами Украины, должны соответствовать Женевским конвенциям, и ни в коем случае не должны пострадать мирные люди. В принципе, мы эти конвенции соблюдаем, и ударов по мирным населенным пунктам не наносим. Кстати, такое мнение мы слышали неоднократно и от белорусских оппозиционеров, и не только политиков, экспертов, и вообще гражданских людей, которые совершенно с пониманием относятся к возможности Украины совершать превентивные удары по белорусским целям. Но мы знаем прекрасно, что Лукашенко использует это в качестве пропагандистских своих месседжей по поводу того, что Украина пытается каким-то образом угрожать. Да, вот мы сейчас покажем, откуда будет или было наступление, помним прекрасно, да? Каким образом, как вы думаете, Лукашенко будет реагировать на такие возможности? Есть ли у него возможности реагировать на это? И какой ответ со стороны Украины можно предположить? Ну, есть ли у него возможности реагировать? Конечно же, нет. Потому что на явных сил и средств белорусской армии, или белорусского корпуса российской армии, если быть абсолютно точным, недостаточно для того, чтобы проводить широкомасштабные наступательные действия. Лукашенко самостоятельно не может реагировать, потому что он не является самостоятельным игроком, он просто является представителем марьяно-неоточного режима, оккупационного режима на территории Беларуси, российского оккупационного режима. И вот эти все поползновения, то есть все вот эти активные действия, которые сейчас проводятся и которые фиксируются на территории Беларуси, показывают недостаточную способность белорусского оккупационного режима совершать какие-то самостоятельные действия. То есть без усиленного компонента или контингента российских войск на своей территории белорусы не способны вести активные боевые действия. Но, еще раз, но хочу подчеркнуть, что ведется активная работа, потому чтобы все-таки белорусский корпус вступил в войну на стороне Российской Федерации. И я подчеркиваю, это касается наземной операции, потому что они уже давно участвуют в воздушной операции, они уже давно предоставили свою территорию для ведения агрессивной войны против Украины. То есть пока нужно понимать еще один фактор, связанный исключительно с военным аспектом. Мы должны быть очень и очень осторожны в действиях против Беларуси для того, чтобы фактически не расширить наш фронт. Потому что, несмотря на то, что полномасштабную агрессию мы в ближайшее время ожидать не можем, ее не предвидится, демонстративные и провокативные действия будут вынуждать нас отвлекаться на это направление и держать дополнительные контингенты, дополнительные ресурсы наших сил обороны, дабы предотвратить нанесение ударов по нашим наземным объектам в Северной Украине. И поэтому, если хотите, мы пока не провоцируем своими активными действиями, хотя мы можем наносить такие удары, северное направление с целью того, чтобы выполнить сначала задачи по деоккупации нашей территории. А потом уже, в соответствии с ситуацией, мы будем выполнять задачи по предотвращению нанесения ударов с белорусской территории. Говоря об украинской стороне, вы неоднократно упоминали именно техническое оснащение и возможности, которые нам предоставляют наши партнеры. А вот говоря о российской стороне, мы в основном считаем количество жертв и бездумно брошенных, скажем так, массово на убой. Я хотела спросить про Ленд-Лиз, который очень часто мы в наших эфирах вспоминаем. Насколько действительно достаточно оперативно поступает нам вся необходимая техника и боеприпасы? И кто все-таки задает тон? Это украинская сторона диктует, что нам необходимо? Либо все-таки наши западные партнеры каким-то образом высчитывают, когда, что и в каком количестве должно поступать для того, чтобы выдерживать тот наплыв живой силы нашего противника? Понимаете, здесь есть такое понятие, как золотая середина. И нужно понимать, что у нас, у военных, оружия всегда мало, его всегда недостаточно, нам хочется всегда больше и мощнее. Но есть объективная реальность, то есть наличие запасы этого вооружения и боевой техники, которые нам поставляются. На сегодняшний день мы используем именно те ресурсы и те запасы, которые готовы к поставкам нам и которые наши союзники могут нам предоставить. Это касается и боеприпасов, это касается вооружения, и боевой техники. Потому что я в том числе неоднократно подчеркил, цивилизованный мир к этой войне не готовился. И военно-промышленный комплекс всех стран цивилизованных находился в достаточно таком тлеющем режиме. И когда мы столкнулись с ситуацией такой, что Соединенные Штаты, как страна, могла производить 9 тысяч ракет «Хаймарса» в год, а расходы этих ракет составляют на Украинском фронте до 5 тысяч ракет в месяц, то, конечно же, несмотря на массовые, может быть, постоянные запросы наших военных, наших служб снабжения, никто просто физически не смог бы поставить такое количество вооружений. Поэтому я говорю о «золотой середине». То есть эта «золотая середина» является компромиссом между потребностью вооруженных сил Украины и теми реальными возможностями, которые могут нам предоставить наши союзники. Но нужно понимать, что то вооружение и боевая техника, которое поступает от наших союзников, оно как бы на порядок выше того вооружения и техники, которое использует Российская Федерация. И знаете, мы ни в коем случае не гонимся за паритетом. Физически невозможно сосредоточить на территории Украины такое же количество танков, которые имеет, например, Российская Федерация. Просто физически невозможно. Но по качеству вооружения, которое поступает, оно, конечно же, превосходит российские образцы и позволяет нам решать вопросы боевого применения наших сил обороны достаточно эффективно. Но пока еще подчеркиваю, и мы об этом с вами сегодня говорили, противника настолько много, что даже эти поставки не могут перекрыть ту массу войск, которая используется против нас на сегодняшний день. Вам большая благодарность за эти комментарии. Военный эксперт Сергей Грабский только что был с нами на связи.